В Наташинском парке состоялось первое новогоднее представление, а в его рамках акция «Елочка гори». Дети и взрослые отметили наступление зимы песнями, танцами и хороводом, а потом все гости парка приняли участие в церемонии зажжения новогодней елки. Тему продолжат мои коллеги. Серию новогодних представлений в Наташинском парке по традиции открыли работники Люберецкого дворца культуры, которые выступают здесь с 2013 года. У нас сегодня потрясающая театрализация, в которой задействованы сказочные герои, уходящий символ года тигр, символ наступающего года зайка, снеговик, как символ зимы, я в качестве снежной королевы, которая, конечно же, создаст интригу, ну и, соответственно, Дед Мороз и Снегурочка. Особая гордость творческого коллектива – то, что программа представления не повторяется. Сценарий полностью новый, ведь юный зритель самый требовательный. Мероприятие рассчитано на детей от трех лет и всех остальных. Атмосфера здесь в парке частичная. Да, хорошая. Очень рада, что для детишек столько всего здесь происходит мероприятий. Холодно, но мы греемся потихонечку. Великолепно, очень здорово, очень красиво, красочно. Очень здорово, молодцы. Отлично, спасибо большое. Замечательно все. Программа праздника подготовлена с учетом погоды и минусовых температур. Музыкальные номера и игры требуют самого активного участия. Сцена в плотном кольце зрителей. Танцуют и дети, и взрослые. С новым плодом. Пусть все мечты сбудутся. Все подарки под елкой вы свои найдете. Обязательно хорошо учитесь, набирайте сил, здоровья и растите умными и счастливыми. Кульминацией представления стала церемония зажения новогодней елки высотой 14 метров. Раз, два, три! Наша елочка горит! Здравствуйте! Ух ты! Ура! Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.